Я ненавижу микстейп, и микстейпы сосут. Микстейп это полное говно, потому что делается под чужие минуса, ты стараешься, делаешь месяцами работаешь, и в итоге получается под чужие минуса это полный отстой. Я микстейп делать не буду, мне это вообще нафиг надо. Я сразу буду делать альбом. БЛЯТЬ! Что, хуя что ли? Да, ребят, как говорится, наши ожидания это наши проблемы. Но это уже слишком. Вот видеоблогерский вам инсайт. Я, естественно, зная о том, что выйдет альбом Мирона, я очень хотел сделать про него видос сразу же. Вчера ночью у нас как раз были съемки с товарищем Феди Букером и Артуром Фёрстфилом на студии Фабума, мы как раз снимали в ночь, то есть как раз думали, может в ноль-ноль выйдет альбом, и Артур сразу хотел себе сделать ролик на канал. Я говорил, не-не-не, ты, если хочешь, себе делай, я там поучаствую, но для себя я сделаю уже на следующий день, я послушаю раз пять, наверное, новый релиз, чтобы во всем разобраться там, погуглю все такое, и только тогда сяду за какое-то впечатление, чтобы выдать это объективно. В итоге мы сидели, наверное, до шести утра, ничего вообще не вышло. Не в смысле, что мы всю ночь музыкальные сервисы обновляли, а, ну, после часа ночи уже совсем забили. Сняли, кстати, отличный ролик, ждите на канале. Ну, а суть в том, что вот с семь утра я возвращаюсь домой, встаю через буквально пять часов, вышел не альбом Оксимирона, а микстейп, и новых трека там четыре, а по сути два. ДВА! При этом цунами я уже разбирал, то есть как бы остается три. Вот об этих потрясающих трех треках и остальных тридцати трех, которые я, например, уже почти все знаю наизусть, ну, поговорим сегодня, пообщаемся. Здрасте, вы на канале Сейна. Перед началом видоса большой респект выражу всем тем, кто отгадывает, кто монтировал ролики. Я или команда монтажеров. Много было комментов, и многие даже угадывали. Особенный респект тем, кто заметил, что я обрезаю крик в конце, как бы наполовину, то есть не оставляю его целиком, а для создания комического эффекта делаю кат прямо в середине крика. Очень приятно, что есть люди, которые способны подмечать подобные мелочи. И вот вам говорю теперь правду, кто что монтировал. Ролик про именемо монтировал не я, а вот ролик с букером и ферстфилом, это моих рук дело. Монтаж был долгий и сложный. Вот теперь угадывайте, кто сделал этот видос. А еще вы, возможно, могли заметить, что далеко не во всех последних роликах есть интеграции. Не сказать, чтобы я от этого особенно в восторге, но я все еще хочу снимать про всякий андеграунд, и, соответственно, из-за этого у меня ухудшается статистика, и не все получается окупать. И выживаю я исключительно благодаря людям, которые мне донатят. И это сейчас не будет очередной кусок про патреон, потому что у меня есть для вас офигенные новости. Я создаю фокус-группу. У меня постоянно возникают вопросы по изменению стилистики, по каким-то дополнительным идеям, которые я придумал. А вот эта вот новая фишка в монтаже, она интересная или скорее вызывает приступы эпилепсии? Вот таких вопросов в процессе возникает огромная куча, и я решил, может, просто теперь мне заебывать не своих там знакомых и моих админов, а скидывать это людям, которым это реально будет интересно, которые меня и так поддерживают. Так что теперь у меня будет новый уровень подписки. Пятидолларовая будет давать доступ также в закрытый паблик, как и всегда, а десятидолларовая будет давать доступ в закрытый чат-фокус-группу, в которую я буду скидывать всякие разные вопросы, которые возникают у меня в процессе создания контента. И, по-моему, к тому же логично, что те, кто больше всего его поддерживают, будут иметь на него влияние. Опять же, я надеюсь, что понятно, что я не пытаюсь продать там общение с собой за 10 баксов, а в первую очередь это люди меня поддерживают, чтобы я мог снимать контент без интеграции, и еще за это они получают всякие дополнительные плюшки. К тому же, что теперь мы не только на Патреоне. У нас появился сервис Бусти. Я вообще хотел бы, честно говоря, чтобы все мои донатеры перешли на Бусти, но здесь уже как получится. Просто если вот вы сами креатор, то Бусти реально прям удобный и классный. Он весь на русском языке. Он гораздо более интуитивен. Процент на вывод всего 7. Это ниже, чем у конкурентов. Да и если вы смотрели на этих конкурентов, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. И к тому же сам сервис, это, наверное, самая лучшая возможность монетизировать свое призвание из всех, что только существует. Вот если вы там делаете эти модные ковры, занимаетесь лекциями по китаистике, или, допустим, делаете переводы какой-то очень редкой литературы. Короче, дофига всего, что привлекает именно какую-то узкую группу людей и не может монетизироваться за счет широких масс, как обычно, нету лучше способа это монетизировать, чем завести свой Бусти. Собственно, я сейчас это сделал, но, как видите на экране, и гораздо более популярные люди также используют сервис Бусти для монетизации своего творчества. Ссылки на Бусти в описании, поддерживайте, плиз, меня и других крутых креаторов. А креаторы, пожалуйста, не помирайте с голоду, вы еще нам всем нужны. Ссылочки в описании. Если вы пропустили предыдущий ролик, я прям оксидрочер. Я прям серьезно, плотно слежу, мне очень интересен Мирон как творческая персона. И вот все, кроме этих четырех треков, я знал отлично все это время. И если бы я был меньшим фанатом, мне бы, наверное, больше понравился релиз. Ну, во-первых, не было бы разочарования от облома ожиданий, а во-вторых, было бы побольше нового. Но, так или иначе, сейчас мы имеем то, что Мирон обозначает дохуя времени с 14 по 21 целые 5 лет, более того, в которые входит работа над Горгородом, как один большой временной период. И это была ключевая вещь, которую, ну, лично я не понимал, и дофига из тех, кто еще обозревал свежие релизы Мирона, да и, в принципе, за ним наблюдал, не осознавал, как бы, глубину падения, серьезность этой смуты. Все-таки, успех Горгорода, ну, и, собственно, успех Мирона, который, ну, абсолютно встал на олимп русской сцены, он все-таки затмевал то, насколько он сам по себе загнанный чувак. А он пиздец загнанный чувак. И как раз в предыдущем ролике я говорил, что очень хотелось бы услышать новую главу переродившегося Оксимирона, нового Оксимирона, и было бы печально, если бы он дропнул старые наработки. А он дропнул не то, что старые наработки, а наработки, которые уже выходили. И при этом есть надежда на то, что будет что-то еще. Как бы, дай-то бог, я буду очень рад, и на этом много чего указывает. И постеры, на которых эти, билборды, на которых было написано «Когда альбом», не «Когда микстейп». Я сомневаюсь, что это такое допущение. Но это реально было бы странно, это был бы какой-то именно очень хуёвый байт, если бы постеры «Когда альбом» ввели к микстейпу. Но, с другой стороны, есть также и «Кто убил Марка», которая как будто бы сначала также описывает все это смутное время, то есть является такой подготовкой к прослушиванию этого микстейпа. И как раз все обратили внимание на историю с «Жиганом». И, по сути, я думаю, справедливо будет сказать, что это все-таки было ситуативное высказывание, что все-таки случилась эта история с «Шоком» и «Жиганом», что они там пошли драться, получился довольно скучный бой, но суть в том, что лучшего повода, чтобы рассказать эту историю, вообще не может представиться. То есть его... То есть его даже придумать невозможно лучше. И он, собственно, среагировал. И если первая половина, кто убил Марка, выглядит как анонс смутного времени и полностью с ним рифмуется по смыслам, то вторая часть, где он на фоне этих белых простыней, вообще ни разу. То есть это именно никакого отношения к тому, что мы в итоге получили, вообще не имеет. То есть если пытаться даже по мыслям как-то это связать, то вообще не вяжется. То есть надежда на то, что, по сути, анонс был не только этого микстейпа, а еще чего-то, надежда остается. Но это все еще «Оксимирон», который вполне возможно что-то следующее дропнет через год. Поэтому пока бомбим. И вот я, знаете, не претендую на объективность, там вот люди, которые связаны как-то со сведением и написанием музыки, серьезные там, отпишите в комменты, насколько именно халтурно это сделано. Ну, например, в смысле это же микстейп, почему нет замиксованной версии? То есть в смысле это же реально просто вырезки из треков. Они буквально нарезаны, при том не очень аккуратно нарезаны. И не сказать, чтобы как-то круто друг в друга перетекают. Есть какой-то супер баланс. Да не особо-то там есть баланс. Так, ну сейчас я попытаюсь уйти от своих обломанных ожиданий и прийти все-таки конкретно к трекам. Давайте по порядку. «Мох». Здесь хочется улыбаться. Во-первых, песня новая. Во-вторых, Мирончик душевно свободен. Это действительно класс. Припев придурочный, но обаятельный. Я вот давным-давно говорил со мной, дохуя кто не соглашался, что у Мирона не очень получаются припевы. Есть удачные, но очень часто они, ну, именно дебильные. То есть вот, возможно, поэтому он изобретает новые штуки, пытается по-новому запеть. «Завтяни цветов, крепей их, стекавший поп, мы все исчезнем». Они именно очень часто какие-то перегруженные и вымученные. И вот понятно, что хочется навалить там эпичный момент или вот к отличному тексту в куплетах, вот которые у Мирона прям отличные, как правило, хочется добавить вот припевный разбавон. Но именно то, что это надо было типа сделать припев, очень часто они так и звучат. То есть там далеко от хитовости и вот в плане мох хорош тем, что он действительно расслабленно, видимо, к этому подошел и центральная мысль то, что не нужно быть цветком, а быть мхом это отличная тема. Я думаю, здесь не особо она нуждается в декодинге, потому что, ну вот, цветок это нечто привычно красивое и это из разряда предсказуемый левел. Простая мысль, что хочется быть цветком, сиять и распускаться, по-новому цвести. Но на самом деле, с точки зрения долгой игры и правильного нахождения в ней, игры на про-левле, да, прохаванного человека и вот его в медиаиндустрии, его как артиста, гораздо круче быть мхом, потому что цветы распускаются и вянут, а мох это, блядь, мох. И на самом деле аналогия хорошая, потому что Оксимирон это, блядь, мох. Вот он шесть лет сидит, ничего не делает, потом выпускает свои древние треки. И все охуели, все равно. Залетел отлично. Мох сила. Ну и он то и делает, упоминает, что он ебет игру, хотя в ней не присутствует. Там есть какой-то фрешмен, его забудут за год, а меня вот за сто лет не забывают. И в этом его крутость, он этим выебывается и справедливо выебывается. Окей. Ну и знаете, несмотря на все разочарование, все равно ты слышишь эту строчку и прям хочется сказать салют. Привет. Ладно, заходи, но я все равно обижен. И вот эта легкость и раскрепощенность Мирона, которую он как будто хотел обрести, когда говорил, что хотел бы, чтобы его песни были повеселее, легкомысленнее, смелее и так далее. Я надеюсь, он приобрел действительно ее. Это и есть вот составляющая нового Мирона и как раз он это вынес из смутного времени. Потому что я ебу рэп, даже находясь в тени мой хуй крепкий как хозяйственник. Это класс. Галда. А говорили, у него панчи нет. А? Съели? Это, конечно, и мхо, как и все остальное, но, по-моему, это гораздо прикольнее, чем очередной условный парт про «Блин, мне было тяжело в Лондоне когда-то так давно, а теперь я не в Лондоне». И историю про шамана я в этом треке трогать не буду. Пусть там вот Дропдед ее смешно обшутят. Вот, все, оставляю, не трогаю, давайте дальше. Дальше из новых организация. Мы запрещенная организация. И эту песню я специально не трогал до выхода релиза, потому что она как будто является частью чего-то большего. Она пиздец какая метафоричная, вся одна большая метафора. вот этот вот смешок боевое круло наталкивает на мысли, что как будто там есть какой-то подтекст, как будто это является частью какого-то большого сюжета. Либо это какая-то недораскрытая многоходовочка, либо он целостный. И если его обсуждать как целостный и самостоятельный, то это естественно метафора на политическую ситуацию. Все знаете вы, какие у нас тут запрещенные организации, но он говорит о каком-то протестном духе общем, как о чем-то, что прорастает само собой. Что запрещенная организация это конкретно атрибут нашей актуальной реальности и это у нас сегодня так называется. Но на самом деле из разряда во всех временах, во всех городах, во всех странах всегда если есть какая-то есть какая-то условная тирания, да, и есть условные борцы с ней, вестники свободы, что так или иначе даже там в условной опять же Северной Корее, потому что Северная Корея сейчас существует, все равно прорастают ростки вот этого условного свободомыслия. И как раз они вот эти вот братья без сговора, да, не существующая на самом деле организация, но при этом какая-то общность объединенная идеями, которая собирается сама собой и в любом случае. Она имеется в виду и как манифестация какого-то более широкого отношения к политике, опять же, не к актуальной политике, а в общем как к движению страны, да, это клево, действительно. И если рассматривать это с такой точки зрения, то смешок как раз и обусловлен тем, что мы берем под боевое крыло, ха-ха-ха, потому что, ну, нет никакого отряда, да, и это не то, что никакие не бойцы, а это даже не что-то конкретное организованное. И вот здесь тоже хочется похвалить припев именно за какой-то новый левел мелодичности. Drop Dead назвал это хитом, по-моему, это вообще, это очень далеко от хита, это именно такой очень мироновский трек, опять же, припев супер многословный и клево, что он его по-новому пропевает, но это все еще супер мироновский трек, хотя при этом сама стилистика делает серьезный шаг, как будто в сторону поэзии, не в пошлом смысле, а в смысле и, ну, и, во-первых, это вот такой совсем далеко метафорический язык, а, во-вторых, то, какими образами он работает, там вот эта раскаленная улица, и он берет именно какие-то детали, и как видос на эту песню вышел, вот такой перетекающий, непонятный, так и в самой песне Мирон очень извилистый изъясняется, возможно, кто-то это воспринимает, типа, непонятно написал, мол, чтоб не посадили, там, майор, руки убери, но, не знаю, мне кажется, это от нежелания писать именно прямую агитку, и вот подобные высказывания о политической ситуации, опять же, условные, то есть, мне кажется, именно в смысле искусства не всегда стоит говорить конкретно, то есть, если это конкретное высказывание, оно должно, но, опять же, а когда ты действуешь вот в таком метафорическом совсем поле, ты производишь все-таки, ну, продукт искусства, и именно для этого, мне кажется, он говорит настолько общо. Ну и, конечно, с точки зрения рифмовки, вот, все-таки ждаль такого, вот, все-таки, когда я говорю, что ориентируюсь на Мирона, и мне очень интересно следить за его продуктами с точки зрения планки качества, вот здесь планка качества прям дай боже. Ну и песня «Колесо», которая закрывает альбом. Во-первых, до этого хвалил припевы, чтоб перестать их хвалить сейчас. Ну, мде! То есть, мне кажется, тут та же беда, что и в городе под подошвой. Именно, это как будто припев, чтобы написать припев. вот, как, не знаю, как заказывают, условно, какую-нибудь рекламу, да? Как у Мирона заказывали этот трек под именем «Кореш». Вот так же он как будто сам себе заказывает и, условно, если надо написать рэп-припев про картошку фри. Йоу-йоу-йоу, это мой любимый картофан, мой друг Вован, и вот такая вот херня, ну, понимаете, такой, типа, рэп на службе маркетинга. Это именно вымоченно звучит, и здесь то же самое, и оно очень многословное, колесо пять спиц и понеслось, то есть у него ка-ле-со пять спиц и понеслось, ну, и вот этот пять спиц, это то же самое мой рэп, если коротко про то, что, то есть нет проблемы в том, что это не выговаривает, а в том, что это, ну, именно не поется, то есть туда поменьше слогов, чтобы оно получше пелось. Ну, вот я, может, доебался, но, блин, я слушаю качественные припевы. Вот вышел недавно тоже альбом Limbiscuit, какой-нибудь припев в Dead Vibes, но он гениально продуман, вот в нем ни хрена лишнего, не сказать, чтобы очень сложно он как-то сделан, но он именно гармоничный, просто вот ровно настолько, насколько надо, и не найдете вы на альбоме Limbiscuit ни одного припева, в котором И он звучит как бы заранее устаревшим, опять же, я прям оксидрочер, я очень к нему лоялен, и вот сравнивая с припевом в песне Мох, как бы видна разница, то есть одна легкая, и там действительно ничего лишнего, оно на приколе, и оно за счет этого классное, а здесь оно именно вымучено, и да, понятно, колесо там у Мирона на руке, набито колесо, это там колесо фортуны, и там еще под смыслов три горы, все-таки мы у Оксимирона, ну хорошо, все, все наше, да, но все равно от будущего материала я буду ждать, конечно, в первую очередь легкости, хотя по сути он это и анонсирует, это на самом деле самые золотые строчки вообще во всем релизе, и самые дающие надежду, вот как раз он говорит, что он кидал демки в помойное ведро, и дальше, но теперь хоре, пой мое нутро, я проделал работу над собою до седьмого пота, чтобы занять кого-то своей болью на микро, того, кто едет сонный в переполненном метро в школу и СИЗО из полиса в село, класс, то есть, походу, дошел он до мысли, что все, пора музыку выпускать, и что как раз таки в этом и есть вся суть, ну, блин, я не понимаю, это вообще надо объяснять, это же настолько очевидно, и как будто ему самому должно было быть очевидно, что ну в этом же, в смысле, для этого и становятся исполнителями, да, чтобы какие-то свои внутренние переживания, там, записывать на треки или какие-то, ну, воплощать идеи, чтобы потом люди это слушали, но в этом же вся суть вообще, блядь, музыки, и Мирон приходит к выводу, что лучше все-таки своими демками людей кормить, чем не кормить, лучше выпускать, чем не выпускать, выпустил немного, блядь, по всей видимости не все сразу, да, но мы терпеливые, зато он заканчивает вот с самой многообещающей строчкой, неужто сезон возобновлен, на подходе новый эпизод, вот, говорит Эдлиб, и, ну, надеюсь, больше ничего не могу сказать реально по этому поводу, что, ну, надеюсь, действительно, это было просто, в общем, закрытие всего этого периода смутного времени, и ему нужно было и пояснялого, кто убил Марка, и все накопленное за эти годы, вывалить, чтобы оно не валялось в столе, объединить как-то логически, хотя и не особо сведя, и все это может как значить, что, в принципе, этот релиз, это так, то, что просто опоздало, что из разряда уже что-то новое готово, и прям на подходе, и это просто сброс того, что нужно было давно сбросить, просто, ну, вот так затянул, ну, все, а сейчас из разряда 2 почти подряд, ебну, но, это может значить и совсем другое, это может значить, что, в принципе, я делать буду, у меня новая глава, но вы еще пару лет это послушайте, и вероятность этого больше всего портит релиз, давайте теперь, раз уж у нас есть 36 песен, я пройдусь конкретно по всем ним, к тому же, что давно я с ними знаком, погружение, это фит с хорусом, и здесь вот тоже, честно, кринжую от слова пузырики, какие нахуй пузырики вверх, реально, сам тексток написан и интересно по концепции, и интересно по рифмам и ритмике, но, честно, как-то, по-моему, стилистически как-то не до конца уложилось, мне она не очень нравится, флэшбэк, классный, мощный зачитон, не более того, классическая история про мои корни, там, с низов, и все в этом духе, классно зачитано, реалити, это вот, как и все связанное с тем фрэшбладом, такое чуть-чуть с привкусом стыда и придуркизма, там, вот, по ощущениям, это была столетняя война, там, я понимаю, что изнутри это там медийное давление, оно действительно тяжело ощущается и все такое, но верс после этого вообще помер, самая кассовая площадка, там, блядь, самые просматриваемые батлы в мире, все, были погублены, этим реалити со столетней сезоном фрэшблада, да, там, короче, можно по-разному говорить о предпосылках, но я эту песню как-то вне этого большого кека не могу воспринимать и опять же этот припев, вот это час подводить итоги, ну реально, ну что это такое? Конструкт, отличный парт, можно доебаться до последней части, но не буду, потому что сам парт слишком хорош, отлично записан, отлично в бетосе и, ну, один из лучших вообще, по-моему, ну, кусков Оксимирона, можно сказать. Мне скучно жить, но трек был известный, это была отличная совместная работа с ЛСП, опять же, не Мирон писал припев, поэтому хорошо получилось, но опять же, не все у него припевы плохие, не сжирайте меня совсем, мне многие не нравятся, но есть и хорошие, короче говоря, здесь был отличный припев и в этом плане вырезка, мне кажется, хуже работает одна, чем в, именно, в общем, в песне, как она смотрелась, ну вот, ну, куплет прикольный, ничего не скажешь, классненько. Дальше, что такое империя, и опять же, ну, вот у меня какое-то представление есть, что, ну, раз это микстейп, ну, можно было, ну, как минимум, вот эту вот тему, которая была вообще, ну, как в рекламе Рибака, да, то есть, может, она написана вне этого, но она ассоциируется с этим, может, можно было ее как-то там нарезать, замиксовать, как-нибудь там что-нибудь, ну, ну, как-нибудь, ну, не просто же вставить, блядь. Я уверен, что вот в таком виде это вот, что такое империя, никто не будет слушать. Если оно было как-то в общем миксе и могло к чему-то подводить, то это был бы другой разговор, а так, да ладно. Империал, отлично, это диск на Олега ЛСП, тоже охеренная вещь, если не в курсе этой ситуации, то послушайте диск, очень стоящая тема. Дальше, биполярочка, можно было бы ее пересвести, можно было бы ее перезаписать, переделать, чтобы она стала лучше, потому что он, когда ее выпускал, он и говорил, что она вот просто там левой пяткой моментально очень быстро сделана, можно было бы переделать, раз уж все равно ее заново выпускаешь, но нет. Ну, или я, по крайней мере, этого не слышу. Сейчас специально сравнил, послушал, какая-то разница все-таки есть, что-то они там изменили, но именно какая-то сырость самого трека, она осталась, и он вот как был сырой, так, по-моему, таким же и остается. Возможно, в этом отчасти и есть понт Оксимирона, что все равно же там вот я эту биполярочку, я ее тоже, я ее знаю наизусть, то есть он выпускает то сырые продукты, то их не выпускает, то выпускает с опозданием в 5 лет, все равно все пиздец в каких кайфах, но силен, хорош, переиграл, победил. Дальше Северная страна, короткий, но отличный парт, мне 25-17, ну, слишком, не знаю, слишком специфичный звук для меня, мне сама группа как-то на ухо совершенно не ложится, но парт Мирона здесь мощнейший, просто Виктор Разъебченко. Правда, долгий путь, не знаю, что сказать, то есть это, по сути, была заявка на 17-й Независимый, с которого он через 2 раунда ушел, и там, как бы, по сути, весь текст про то, что сейчас я сюда хуяк ворвусь, но не говорится о том, что потом внезапно съебусь, ну и как бы что про это сказать. Трек Эфенс от Хенс, отличный парт, лично мне очень нравится, опять же, сколько он вышел, года 4, может, больше назад, до сих пор отличный парт, не устарел, крутой, классный тоже. Пора возвращаться домой, из фита, с B2, я уверен, ее все слышали, и она отлично получилась, опять же, одна из лучших работ Мирона вообще эвер. Struggles и Back to Grime, скажу вместе, отличные, именно с точки зрения флоу, куски, очень классно сделано, именно, вот, подобные штуки, и еще, да, вот там дальше будет о горе, давали мне надежду на то, что Мирон вернется с какими-то новыми флоу-силами, и будет своими суперраскладками сверхзападным уровнем, своей вот этой чит-чит-читкой прям разъебывать, но нового, опять же, не вышло, я заебался это уже повторять, эти куски отличные. HPL это трек по Лавкрафту, который, ну, наверное, один из самых любимых и главных в среде прям самых прошаренных оксидрочеров. Во-первых, Мирон очень любит Лавкрафта, больше, наверное, только Властелин колец, и сама песня с точки зрения стори-тейлинга, ребята, что называется, смотрите и учитесь. Длится она минуту 35 и отлично и красноречиво рассказывает загадочную и страшную историю. В этом смысле краткость истра таланта именно насколько много туда влезло, по сути та, насколько красноречиво рассказана эта история в таком коротком хронометраже очень сильно. Опять же, если рассматривать это как альбом, как будто он самостоятельный, то это один из самых сильных треков на нем. Стереокома тоже отличный парт и отчасти что-то как будто бы даже объясняющий. Он там говорит о том, что он понимает, что он находится в коме и хотел бы очнуться пораньше, но не может. То есть, вот это вот смутное время, он его, видимо, осознал давно в середине этого смутного времени, можно так сказать, и после этого, как бы долго стремился к выходу из него. И это, собственно, как раз объясняет вот ту важность в принципе всего этого эпизода, и именно объясняет все вот предыдущие действия, как будто бы. И смысл, по всей видимости, в том и состоял, что пока это были отдельные куски, это не выкупалось так целостно. То есть, как бы, взгляд Мирона, пока это были отдельные песни, не передавался. Объединив это, он как бы обозначил важность и вот свою биографию в глазах фанатов разделил так, как он считает верным. Дальше идет Дежавю. Это тот самый трек, в котором он анонсирует Горгород. Анонсирует только. Я буду первый, кто лично смог делать книжный хоп, на не череду лишних слов. И парт отличный тоже давным-давно разошелся на мемы. Глядишь, его скоро опять зумеры откопают, как эти вот мешап из говно залупа пеннисхер. Опять же, уже с кем не поговорил, если это реально спланированная пиар-акция, это победа над интернетом просто. Жопа интернета теперь трофей в квартире Мирона. Дальше Лондонград. Удивительная тема с точки зрения мультижанровости, потому что несмотря на то, что вот и условно цунами, и это, это треки вне жанра Мирона, цунами как-то ему как будто ближе. Я не знаю, может это какая-то ощущенческая история, но Лондонград это прям джингл для сериала. То есть, как я понимаю, должен был быть сериал, и когда он говорил по моим приключениям снимается сериал, он имел ввиду этот сериал, и это саундтрек для него. По всей видимости, там с сериалом не сложилось, но саундтрек действительно офигенный. Если бы он выходил, и это стало там таким же своеобразным хитом от сериала, как там «Не родись красивый» или саундтрек из сериала до кадетства, было бы, конечно, клево, но и сам по себе трек вообще очень необычно слышать таким Мирона, и он очень хорошо получился. То есть, в этом плане тоже ждем других реализаций, потому что именно писать обычные песни у Мирона может получаться, и это прям круто. И еще тот самый парт из батла, интересно звучит в конце. Дальше «Цунами», про него можете послушать в предыдущем ролике, «Найс трек», здесь ничего больше говорить не буду. «Ветер перемен» мне очень нравится, несмотря на то, что он маленький, но именно как-то по вайбу он прям очень зацепил, по-моему, очень стильно сделанный трек. Единственная версия с, собственно, саморядином Раджабовым мне нравилась гораздо больше, там как-то вот с этим миксом из новостей и всем остальным оно как-то круче звучало, здесь как-то пустовато, рекомендую слушать ту версию. Потом «Табаско», тоже классная игра с ритмом, со всей вот этой вот историей, прикольно. «Фата Моргана» никак меня особо не цепануло, тоже, ну, хорошо сделал, но ничего необычного. Дело нескольких минут, как и в книге все было по-другому, оба трека из «Баттл Хип Хоп Ру» мне понравились прям очень. Все-таки дело нескольких минут очень затянуто, наверное, для непосвященного слушателя, но для людей, которые дрочат рифмы, панчи, энглы и все остальное, мед для ушей, что один, что второй трек очень крутой, к тому же в книге все было по-другому, все-таки наполовину про самого Мирона и вообще там оппонента ничего не касается и это, по-моему, отличный трек Мирона. Машина прогресса классно, стильно, круто, хорошо, что срезали этого второго чувака, при всем уважении, что значит ты воешь как слесарь, может я что-то там это не понял, не знаю и так далее, но, блядь, я и до этого его парт не хотел слушать, так что thank you very much. Сказка о потерянном времени как-то особо не впечатлила, она вышла на волне того, что вот, мол, скоро альбом у Мирона и, собственно, все было созредоточено на вот поиске разных отсылок и того, что вау-вау-вау, неужели это происходит, но если смотреть на этот парт как-то обособленно, ну, не знаю. Под дождем тоже сам трек не сказать, чтобы какой-то суперклевый, но, мне кажется, это прям манифест этого альбома и именно с точки зрения ощущения, вот, мне кажется, ярче всего смутное время описывает именно песня Под дождем. Тоже вот эти вот моменты останусь под дождем и вот эти припевные части мне тоже не нравятся, ну, это, наверное, вкусовщина. Грустный госпел из усталка носта на пиджин русском бас-бусты тверже. Потом Агори, это был фит с Кул Савашем, это тот самый кумир детства Мирона, он говорил, весь мой рэп это была помесь Саваша и Маршала, то есть его как бы сформировали, по его словам, два главных исполнителя, это именем и Кул Саваш, и он вот уже, когда сам достиг вершин, он фитует со своим кумиром. Там прям конкретно выкладывается с точки зрения флоу и стиля, прям вау, прям уровень, прям круто, и там он как раз говорил о постепенном приобретении храбрости, и я тогда думал, что это может куда-то в сторону политики пойти, но в итоге это пошло в сторону того, что он Жигану сказал, ты че меня ударил? Гор свет, пиздато сделанный куплитос, мощно разъебно звучит, стиль, класс, кайф, вытер папирусом за древний Египет пал, мой любимый рэпер, все понятно. Город под подошвой, удивительный трек, никогда его не слышал, даже не знаю, что по нему сказать, столько эмоций, блин, нет ни одного еще мнения про него нигде, ни в интернете, никто его никогда не слышал, пожалуй, обойду его стороной. Йорф Бернс рассказывает про то, не то, что как Мирон бросил пить, а именно как он бросил пить с точки зрения ощущения в ЗОЖе. И это прикольно послушать именно, ну, я думаю, мало кто этот трек слышал, и с этой точки зрения могу его посоветовать. С точки зрения какой-то там музыкальности, техничности и всего остального, ну, опять же, я не хочу вот говорить, типа, ничего выдающего, ничего интересного, это все еще Оксимирон, он все еще классно читает, действительно, вот, но именно на фоне остального как-то я это выделить не могу, про ЗОЖ прикольно. Ну и у нас остались только Бездыханным и Безумие, Безумие, опять же, ну, мне кажется, все знают смысл о нем что-то говорить, и Бездыханным тоже прикольный парт, мне, я не помню вообще, чьи парты на фитах мне у Мирона нравились, некоторые нравились Шок, а ну не все, ну, и Би-2 можно слушать, ну, а это, а все остальное, ну, честно говоря, мне в основном, ЛСП, ЛСП еще был хорош, вот все остальные фиты Оксимирона мне не нравились, поэтому, ну, как бы спасибо, что вырезал, но я и перематывать справлялся, как бы, очень жду я теперь, что будет какой-то еще материал, очень надеюсь, что он случится, опять же, большое спасибо всем, кто поддерживает мои видосы, как лайками, комментами и активностью, так и рублем на Патреоне, если хотите читать больше про искусство, залетайте в мой Телеграм-канал, хотите красивые картиночки, залетайте в мою группу ВК, хотите, блять, увидеть самый охуенный инстаграм на планете, залетайте в мой инстаграм, и, конечно, поддерживайте меня рублем на Патреоне, а теперь и на Бусти, спасибо, что досмотрел, ты знаешь, где кнопка подписки, а Мирон не знает, как выпускать альбомы и радовать меня, а? Короче, подумайте об этом, дети мои, я вам, вас благословляю, плодитесь и размножайтесь,